Установившаяся в городе хорошая погода наконец-то позволила полюбоваться золотой осенью. Это время года считается вдохновляющим, поэтому не случайно настоящая осень наступила не только в природе, но и в галерее АЯ. Хотелось показать, а какая в этом году была осень. Помните, да, сначала холодом нас напугало, думали, все, бабье лето не будет. Бабье лето всегда будет, а в этом году, по-моему, и бабье лето, и бабье осень. Свою осень художественную на выставке представили 15 авторов. Часть работ из фонда галереи, другие были написаны специально к вернисажу. Например, Юлия Бартенева, как правило, приносит свои работы накануне выставки. Как шутит Радин, на них еще краска не успевает высохнуть до конца, а картины уже перед глазами зрителей. На этот раз это портрет девушки и осенний натюрморт. Больше всего работ художника Сергея Косилова. Его же картина «Осень курская» стала центральной в экспозиции и дала название всей выставки. Это вид на город со стороны села Лебяжье. Я все делаю после моих поездок куда-то, например, за грибами я выезжаю. Иногда выезжаю просто даже пофотографировать. Пишу в основном в мастерскую от начала до конца. Пользуюсь, например, если фотографии какие-то, пользуюсь только детали оттуда беру какие-то для уточнения. «Осень» Сергей Косилов определяет как период плодотворной работы. Все вокруг меняется ежедневно, и художнику надо успеть уловить и запечатлеть как можно больше метаморфоз. Художник Михаил Волков видит в это время года перемены не только в природе, но и в самом городе. Это кусочек старой застройки города, улица Можаевская, работа с натурой, с этюдами, потом мастерской доработана. Таких уголочков мало, традиционных, милых, где, наверное, живут люди, мне кажется, хорошие, добрые. Время года показано на полотнах не только в разных местах. Ее настроение выражено во всевозможных стилях. От осени экспрессивной, как у Сергея Баженова, до осени абстрактной, как у Олега Радина. Как-то попал я в лес осенний, и вот после этого написал три картины. Вот остров с названием «Осень». Хотелось передать настроение какой-то легкости, красоты осенней. Хотя природа у видания, но с другой стороны, какая прелесть, какое разнообразие красок. В этом и парадокс искусства. Осенняя непогода восхищает художников не меньше прекрасных пейзажей. Свои картины Олег Радин называет чувственными. Он передает те эмоции, которые получает от увиденного, а также услышанного. И если весна – это рок-н-ролл, то осень, без сомнения, блюз. Я считаю, что самые крутые современные блюзовики – это Банамаза и девочка, которая с ним поет. Девочка, я сказала, Бэт Харт. То есть это люди, которые действительно, когда слушаешь их вещи, то хочется брать быстрее кисточки и писать в стиле блюза что-то. Осень Курская в теплых тонах и золотистых листьях будет стоять в городе еще две недели. Если не на улице, то, по крайней мере, в галерее АЯ. Субтитры создавал DimaTorzok